добрый день дорогие студенты сегодня 6 апреля 2020 года в стране объявлен карантин в связи с коронавирусом в этих условиях занятия буду проводить без показа препаратов сегодняшняя тема занятия полосы рта зубы к органам пищеварения относятся полосы рта глотка пищевод желудок тонкая кишка толстая кишка и крупные пищеварительные железы печень а также поджелудочная железа остальные органы мы будем проходить на следующем занятии полосы рта различает два отдела передние это преддверие рта второе это собственно полость рта преддверие рта и сибулю морис образован снаружи губами и щеками внутри зубами и деснами а собственно полость рта сверху образован нёбом снизу диафрагмы рта образуют мускулис милых и гусь челюстно-подязычные мышцы спереди спаков образует ограничивают собственно полстато зубы и десны задняя часть имеется зев отверстий который соединяет полстато с глоткой преддвери рта имеется френируем лиапия супериорис уздечка верхней губы уздечка нижней губы преддвери рта открывается околошная железа открывается напротив верхнего второго большого коренного зуба околошная железа располагается как видно из названия ниже перед ушной раковины проток открывается преддверие давайте обратим внимание сразу на крупные железы имеется под нижнюю челюстная железа находится внутри от основания нижней челюсти вот эта задняя часть переходит выше пускулис милахеидерус отсюда идет туктус суп мантибулярис под языком располагается под язычные железа и впереди нижней части языка имеется коронкуля суп лингуалис под язычный дословно под язычные миссо вот как раз здесь открывается дуктус суп мантибулярис то есть проток под нижней челюстной железы и большой проток под язычной железы вот эта складка называется под язычной складкой здесь располагается как раз под язычные железа и дуктуре суп лингуалис минулись то есть малые проточки открывается вот по ходу этой складкой кроме крупных слюнов желез имеется мелкие так называемые умные железы щечные железы а также малярные железы имеется небные железы вот и мелкие железы открывается предверье рта небные железы а также передние и задние язычные железы открывается собственно полус рта теперь небо состоит из двух частей передней часть это твердая его поля там дуром задняя часть это мягкое небо полято море задняя часть мягкого неба свисает и образует тёмную занавеску берем палятину впереди мы видим это язычок овля потом имеется здесь две тушки перед ней небно язычная тушка аркус полято оглюсус задняя небно лодочная тушка как видно из названия прикрепляется к боковой стенке лодки аркус полято форенгиус между ними имеется ямка фосса танзелярис миндаликовая ямка где находится юмная миндалина танзеля полятина юмная миндалина относится к органам иммунной системой здесь мягком юме имеется пять мышц соответственно это мускулюс полято плюс юмная язычные мышцы мирно лодочные мышцы язычные мышцы а также четвертая мышца называется мышцы поднимающие мускулюс левотор вели полятина поднимающими на замер на занавеску и мышца напрягающая юмную занавеску мускулистензор или полятина функции этих мышц видно из названий небно язычные мышцы небно-клодочные мышцы при сокращении суживает зев и отделяет пищевые комки при глотании вот это пространство отверстие которые находятся между спинке языка и небно язычный небно-клодочные тушками называется зевом фаусос а передняя часть которая образует тот и днём на язычные тушкой и спинке языка называется перешейком зевы истмус фауциум следующие зубы зубы имеют такие части коронка зуба шейка зуба и корень зуба состоит твердое вещество зубы из таких частей основу зубов составляет дентин коронку покрывает эмаль а корень покрывает снаружи цемент это полость зуба состоит из двух частей это полос коронки кавитос короналис а это канал корня зуба каналис радицис дентис на верхушке имеется это апекс радицис дентис на верхушке имеется отверстие верхушки зуба внутри полость заполнен сосудами и нервами которые образуют пульпу зуба мы выделяем коронки такие поверхностей спереди это вестибулярная поверхность потом язычная поверхность контактные поверхностные контакты фацис контактус медиалис и фацис контактус латоролиз и 5 поверхность Это называется поверхность окулезальная то есть поверхность смыкания фацис окулезалис у жевательных мышц еще имеет это второе название жевательная так и называется жевательная поверхность Фацис мастикатуре а у резцов называется режущими краями марго инцизалис. Теперь о таких понятиях как периодонт и парадонт. Периодонт это связки, которые расположены между корнем зуба и стенкой альвеолы. В учебниках пишут между цементом и стенкой альвеолы. К парадонту относится периодонт, стенка альвеолы и соответствующий этой альвеоле участок альвеолерного отростка и покрывающая его тесна. У человека 32 зуба, верхние челюсти 16, нижние 16, одной половины 8 зубов. Значит возьмем половину, здесь имеется резец медиальный, латеральный резец, то есть на одной половине два резца, клык 1, 2 малых коренных зуба и 3 большие коренные зубы. Мы это показываем в виде зубных формул. Здесь показаны групповые зубные формулы, это обозначает, это верхний челюсть, это половины, значит 1 половина, как мы сказали два резца, клык 2 примоляра, то есть малых коренных зуба и 3 больших коренных зуба или 3 маляра. Это так называемая клиническая формула, здесь обозначаем по порядковому цифру, это медиальный резец, латеральный резец, клык, медиальный коренной, малый коренной зуб, латеральный премоляр, 1 маляр, 2 маляр, 3 маляр. Формула молочных зубов обозначается у детей это два резца, клык, клык, малых коренных не бывает и 2 больших коренных зуба. Потом стоматологи будут свои профессиональные деятельности будут применять разные формулы, это вы будете изучать уже на специфических кафедрах. Теперь о таком понятии, как зубочелюстный сегмент. Участок челюсти принадлежащий ему зубам, обозначает зубочелюстный сегмент. Например, выделяет верхних и нижних челюстях вот это клыково-челюстный сегмент, премолярно-челюстный сегмент, малярно-челюстные сегменты. Теперь настроение отдельных зубов. Рисы имеют долотообразную форму, тентес инцидиви, у них имеется режущий край, верхние рисы хвоиты больше, чем нижние. Медельный верхний резец самый большой, медельный больше чем латеральный, нижних наоборот, медельный меньше, чем латеральный. Следующие-то зубы, так, тентес конини. Клык, у них режущий край состоит из двух половин, медиальная половина и тистальная половина. Следующие зубы, это премоляры, тентес полярис. У них оккульзиальная поверхность состоит из двух поворков, щёчной бугорки и язычной бугорки. Если посмотреть сверху, вот это нижние премоляры, у них форма байт более шаровидной, чем верхние. Большие коренные зубы, тентес малярис, верхних зубов бывают три корня, два щёчных, один язычный, нижние зубы маляра имеют два корня, передний и задний. У них коронка, коронки имеют кубовидную форму, первый верхний маляр имеет четыре поворка, бывает трёх поворковая форма, которые расположены по-разному. Допустим, бывает два щёчных, один язычный или три поворка располагаются в один ряд. Второй большой, коренной зуб верхний, часто бывает четырёх поворковый и самый изменчивый третий зуб мудрости. У них бывает три поворка, четыре, пять, шесть поворков. Нижние маляры, первый нижний маляр обычно имеет первый, пять поворков, второй, третий имеет различную форму. Зуб мудрости тоже часто бывает срочно в один зуб. Теперь о сроках прорезывания зубов. У молочных зубов первыми прорезывается в 6-7 месяцев нижние медиальные резцы, потом в 7-8 месяцев верхние медиальные резцы и так далее. Среди их постоянных зубов первыми прорезывается нижний первый маляр в 6-7 лет. В 6-7 лет потом прорезываются медиальные нижние резцы и так далее. Верхний зуб мудрости прорезывается в 17-21 лет, нижние зубы мудрости прорезываются в промежутке от 12 до 26 лет. Теперь у некоторых понятия есть такое понятие артикуляция, это перемещение нижней челюсти жевательными мышцами, то есть открывание-закрывание рта, это называется артикуляцией. Теперь есть понятие окклюзия, штока окклюзия. Положение зубных рядов в стадии их смыкания назвает окклюзией. Выделяет центральную окклюзию. Что это такое? Это центральная окклюзия образуется при физиологическом контакте зубов антагонистов. Зуб выделяет еще переднюю окклюзию, когда нижний челюсть выдвинут вперед левую окклюзию, когда нижний челюсть двигается влево и правую окклюзию, когда нижний челюсть двигается правым. Положение зубов центральной окклюзии называют прикусом. Выделяет четыре вида физиологического прикуса. Ортогнатия, некоторые называют прогнатией. При этом верхние резцы немного перекрывают нижних резцов. Прогением характеризуются обратными отношениями. То есть нижние резцы расположены впереди верхних. Вот это значительная стадия, когда при артогнатии, когда верхние резцы значительно перекрывают нижних резцов. При прогении, когда нижние, значительно перекрывают верхних, это уже переходит уже патологический прикус. Теперь биопрогнатия. При этом верхние и нижние резцы наклонены вперед, и верхние немножко перекрывают нижних. Прямой прикус. Режущие края верхних и нижних резцов соприкасаются друг с другом. Теперь о контрфорсах. В некоторых местах кости черепа имеется костное утолшение, которое называется контрфорсами. Эти утолщение удерживает силу давления при жевании, которые передаются через зубы. На верхние челюсти мы выделяем четыре контрфорса. Первый называется лобно на самом контрфорсах. Начинается в области юга альвелярия. Верхних зубов, клыка, резцов. Потом идет утолщение вверх по процессу фронтали с верхней челюсти и заканчивается носовой частью лобной кости. Второй контрфорс называется альвелярно-скуловым. Начинается в области альвелярного возвышения маляров. Идет ко скуловой кости. Дальше передается к скловому отростку лобную кость. Впереди по марганфрабеталь с верхней челюсти передается. А также идет назад. Идет к аркус зигоматикус. Третий контрфорс называется крыловидно-мебным. Начинается в области юга альвелярия задних маляров. Дальше переходит крыловидно-отросток кленовидной кости и перпендикулярной пластинке нёбной кости. Четвертый контрфорс. Контрфорс называется нёбным. Находится в поперечном направлении нёбным отростки верхней челюсти. Горизонтальной пластинки нёбной кости соединяет правые и левые альвелярные дуги. Нижние челюсти выделяют два контрфорса. Первый это альвелярные. Ой. Соответствует юга альвелярия. И восходящий контрфорс. Они идут по ветве нижней челюсти, к шейке и головке нижней челюсти. У профессора нашей кафедры Тасаева Тасблат Молдафмич есть хороший рисунок. Я потом возьму и покажу вам, где хорошо объясняет вот это явление контрфорса. Кровоснабжение зубов. Это любимая нами артерия с томфаковцами. Верхняя челюстная артерия. Мы здесь выделяем три отдела. Это нижний челюстной отдел, крыловидный отдел. Раньше назвали подвисочным отделом. И третий крыло-нёмный отдел. К нижним зубам с челюстного отдела отходит артерия альвеолярис инфериор. Таким образом, нижние зубы крыло снабжает нижнюю альвеолярную артерию, отходящую от первого отдела артерия макселярис. От второго отдела отходит артерия альвеолярис супериор, пастериор, кровоснабжающие, задние, верхние зубы, то есть маляры. От третьего отдела, крыло-нёмного отдела, отходит артерия инфраорбиталис, который дает ветви артерия альвеолярис супериорис, пастериорис, кровоснабжающие, верхние зубы. И нужный отток. Здесь в области крыловидных мышц имеется крыловидное сплетение. От нижних зубов отходит венальвеолярс инфериор, который попадает в крыловидное сплетение, и веномакселярис. Веномакселярис здесь короткий, от этого сплетения входит. От верхних зубов венозная кровь также оттекает в крыловидное сплетение. Лимфатические сосуды от верхних зубов оттекают в лицевые лимфоузлы, глубокие околошные лимфоузлы и под нижнечелюстные лимфоузлы. Лимфатические сосуды от нижних зубов оттекают в поднечелюстные лимфоузлы, а также под подбородочные лимфоузлы. Иннервация верхних зубов. Верхние зубы иннервируют нервус инфраорбиталис, который является продолжением нервус макселлярис, проходит в глазницу, располагается в сулькус инфраорбиталис, канализ инфраорбиталис и выходит на лицо через форамин инфраорбиталя. От этого нерва отходят нервы альвеолярис супериорис, которые образуют плексус денталис супериор, то есть верхние зубные сплетения, от них отходят рами денталис и рами генгивалис. Нижние зубы иннервируют нервус альвеолярис инфериор, отходящий от нервус мандибулярис. Дорогие студенты, таким образом разобрали вопросы сегодняшней темы. В занятии ввел доцент кафедры нормальной анатомии Казахского национального медицинского университета имени Аспендерова Баужин Шакенов-Шакенов. Мне помогал студент первого курса факультета общей медицины Акан Тосинбек. До следующей встречи.